Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. В этом выпуске мы расскажем о главных событиях 881-го дня войны, вторника, 23 июля. В этом выпуске. Китай всегда считал, что скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают общим интересам всех сторон. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба прибыл с визитом в Китай. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Кремль угрожает Евросоюзу в ответ на решение отдать доходы от замороженных российских активов на оружие для Украины. История используется как предлог для ведения войны. Российский суд заочно приговорил писателя Михаила Зыгоря к 8,5 годам колонии за пост об убийствах в Буче. Теперь обо всем по порядку и начинаем, как всегда, с военной сводки. Российская армия ударила дроном Камикадзе по дому семейного типа в Марганце. В Днепропетровской области в результате атаки пострадали двое подростков 14 лет и один 13-летний. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Они находятся в больнице. Также из-за российского удара были повреждены частные дома. Под обстрел во вторник попал житель Херсона, который в это время находился на улице. Он получил взрывную травму, осколочное ранение предплечья, ног и живота. Четыре человека, среди которых двое подростков, получили ранение в результате российских ударов по Очакову в Николаевской области. В свою очередь в России заявили об атаке беспилотников на паром в порту Кавказ. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что утром 23 июля украинские дроны атаковали паромное судно. По данным Кондратьева, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавший и один погибший. Напомню, около двух месяцев назад уже сообщалось о серии взрывов и пожаре в порту Кавказ в оккупированном Крыму. Тогда журналисты проекта «Схемы» опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых были видны последствия ракетных ударов. Сегодня же президент Украины Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего и обсудил возможность Украины наносить удары за линию фронта, а также перспективы украинской ракетной программы. Была проанализирована эффективность украинских дронов различных типов, а также тактики российской армии. По словам Зеленского, Украина активно работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от поставок ракет партнерами, в том числе и для противовоздушной обороны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня прибыл с визитом в Китай. Его коллега Ван И уже заявил, что на переговорах будет призывать к прекращению огня и мирному урегулированию конфликта. Вот, что сказал об ожиданиях Пекина от этого визита пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин. Во время визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай министр иностранных дел Ван И проведет с ним переговоры для обмена мнениями о реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств, о продвижении китайско-украинского сотрудничества и о вопросах, представляющих общий интерес для обеих сторон. Что касается украинского кризиса, Китай всегда считал, что скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечает общим интересам всех сторон. Китай будет продолжать выступать на стороне мира и диалога и поддерживать международное сообщество в достижении большего консенсуса и совместном поиске практических путей политического урегулирования кризиса. Пресс-секретарь китайского МИДа Мао Нин напомнит, что китайские чиновники последовательно используют именно формулировку «украинский кризис» или «конфликт», а не «война России против Украины». О заявлениях Китая по поводу войны в Украине и в целом о роли Пекина напомнит Алекс Григорьев. 2 марта 2022 года, через неделю после начала открытого российского вторжения в Украину, Генеральная ассамблея ООН, подавляющим большинством голосов, одобрила резолюцию, обязывающую Россию немедленно вывести войска с украинской территории. Против проголосовали всего пять государств, в том числе Россия и союзная ей Беларусь. Воздержались 35, в том числе Китай. Изначально в этой войне Китай занял позицию дружественного нейтралитета по отношению к государству-агрессору. Ни разу политическое руководство КНР не назвало действия России в Украине агрессией, нападений и даже саму войной не называло войной. В марте 2022 газета New York Times сообщила, что Пекин был поставлен Москвой в известность о неизбежности нападения на Украину и что Китай попросил Россию дождаться окончания зимних Олимпийских игр в Пекине, которые завершились 20 февраля. При этом в самом начале вторжения США призывали Китай отказаться от поддержки России. Президент США Джо Байден предупреждал, что Путин станет изгоем на международной арене. Любая страна, которая одобряет неприкрытую агрессию против Украины, будет также запятнана. Это было воспринято как завуалированное предупреждение Китаю. Тем не менее, Китай пошел на наращивание сотрудничества с Россией по самым разным направлениям. На фоне международной изоляции Москвы члены высшего руководства Китая совершали официальные визиты в Россию и принимали российских лидеров в Пекине. Китай и Россия подписали соглашение о стратегическом взаимодействии, критиковали Запад и призывали к установлению нового мирового порядка. Помимо этого, Россия и КНР регулярно проводят совместные учения. Китайские медиа в целом поддерживают Россию в войне с Украиной. Китайские компании поставляют России огромные объемы товаров, часть из которых, как неоднократно было отмечено, использует российская оборонка для производства вооружений. Это привело к введению против некоторых из них американских и европейских санкций. Многократные попытки Украины и союзников Украины повлиять на политику Китая не дали заметных результатов. Многие аналитики указывали, что нынешняя ситуация крайне выгодна для Китая. Он получает от России дешевые энергоносители, наращивает экспорт в Россию и попутно ослабляет США и союзников, которые вынуждены расходовать значительные ресурсы на поддержку Украины. Через год после начала вторжения, в мае 2023 года, Китай предложил план мира нового регулирования, который, однако, не предусматривал освобождение захваченных украинских территорий. В мае 2024 года Китай совместно с Бразилией предложил обновленную версию этого плана. Президент России Путин неоднократно говорил, что Россия готова принять его в качестве основы для переговоров. Украина его денонсировала. Показательно, что тогда же, в мае, впервые прозвучали заявления, что Китай поставляет России военную технику. В июне в Швейцарии прошел саммит мира с участием представителей 92 государств, на котором обсуждались принципы мирного регулирования. Однако Китай, несмотря на призывы Киева, отказался принять в нем участие. Обозреватель «Голоса Америки» Алекс Григорьев о роли Пекина в переговорах по поводу продолжающейся войны в Украине. На что готовы украинцы ради мира? Ответ на этот вопрос искали социологи Киевского Международного института социологии. В ходе опроса, который они проводили в мае и в июне, выяснилось, что чуть более трети украинцев допускают территориальные уступки. Однако большинство по-прежнему на них не согласно. Подробнее о результатах опроса расскажет Алексей Горбачев. Социологи проводили опрос в два захода – во второй половине мая и в конце июня этого года. И заметили постепенный рост доли тех, кто готов к территориальным уступкам. В частности, к концу 2023 года готовность к уступкам выросла до 19%. В феврале 2024 года – до 26%, а уже в мае 2024 года – до 32%. Вопрос, который задавали респондентам, звучал так. С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с Россией вы согласны в большей степени? Первый вариант – для достижения мира Украина может отказаться от некоторых территорий. Второй вариант – ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если это означает затяжную войну. И, наконец, третий вариант для неопределившихся. Трудно сказать. Большинство украинцев – 55% по-прежнему против каких-либо уступок. При этом среди тех, кто в целом готов к уступкам, 73% хотят отгородиться от России, чтобы были закрыты границы, визы и таможни. Аналогичный показатель среди тех, кто против уступок – 79%. Спрашивали респондентов и о том, каких целей, по их мнению, пытается добиться Россия. 46% считают, что Кремль стремится уничтожить украинскую нацию или осуществить физический геноцид. При этом нашлись и 5%, которые разделяют официальный российский нарратив о том, что Россия проводит денацификацию и демилитаризацию. Алексей Горбачев о результатах опроса Киевского международного института социологии. Ну а в США провели первый большой опрос после того, как Джо Байден снялся с президентской гонки. Этот опрос выявил, что Камела Харрис имеет более высокую поддержку в борьбе с Дональдом Трампом, чем действующий президент. Опрос проводило агентство Morning Consult. Согласно его данным, вице-президент США отстает от Трампа на 2% пункта – 47% против 45%, что находится в пределах статистической погрешности. В то же время Байден как кандидат отставал от Трампа на 6% пунктов. На этом фоне продолжают появляться комментарии по поводу того, как политическая ситуация в Соединенных Штатах может повлиять на развитие событий в Украине и на помощь Киеву в борьбе против российской агрессии. Известный американский историк Тимоти Снайдер заявил агентству Associated Press, что от администрации Байдена можно ждать неожиданных решений. Кроме того, что у Байдена появилось чуть больше времени, я думаю, что теперь он будет думать о своем наследии в том ключе, в котором бы не думал в другой ситуации. И он будет думать о том, в каком состоянии он хочет передать дела президенту Харрис. Очевидно, что и для ее предвыборной кампании, и для ее президентства ситуация с войной в Украине должна улучшаться, а не ухудшаться. Я думаю, что единственное, о чем им действительно следует подумать, это о том, чтобы позволить Украине защищать себя в соответствии с международным правом, что означало бы, что Украина должна иметь возможность наносить удары по российским аэродромам или любому объекту в России, откуда исходит прямая военная угроза Украине. Даже одно это уже имело бы смысл. Американский историк, автор курса по истории Украины Тимоти Снайдер. Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал переговоры по четырем новым соглашениям по безопасности. После их подписания у Киева будет около 30 договоров, включая соглашения не только со странами НАТО. Наша команда готовит четыре новых соглашения о безопасности для Украины. Очень скоро мы начнем переговоры и достаточно оперативно подготовим документы к подписанию. Эти соглашения будут касаться поддержки обороны, финансов и гуманитарного сотрудничества. С ними у нас будет почти 30 таких соглашений с нашими партнерами. Президент Украины Владимир Зеленский. Напомню, соглашение о безопасности между США и Украиной было подписано месяц назад. Оно предусматривает создание и поддержание обороны Украины, может считаться своеобразным мостом к ее членству в НАТО, а также ускоряет евроатлантическую интеграцию страны. Кремль грозит Евросоюзу ответом на решение отдать доходы от замороженных российских активов на оружие для Украины. О таком шаге ранее заявил глава дипломатии ЕС Жузеп Боррель. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это кражей. Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только по сути воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно. Безусловно, мы будем прорабатывать возможность юридического, правового преследования тех людей, которые имеют отношение к принятию решений и к реализации этих решений, потому что это прямое нарушение международного права, это попрание права собственности и так далее и тому подобное. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков о решении ЕС направить доходы от российских активов на оружие для Киева. Напомню, изначально Боррель говорил, что первые почти полтора миллиарда евро доходов от российских активов будут доступны до конца июля, а еще миллиард до конца этого года. Писателя Михаила Зыгоря заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима по делу о так называемых фейках российской армии. Судье понадобилось всего 13 минут, чтобы вынести приговор по этому делу, отмечает независимое издание «Медиазона». Адвокат Зыгоря Ильнур Шарапов во время премии настаивал, что вина его подзащитного не доказана, а события в Буче были расследованы Организацией Объединенных Наций. Поводом для уголовного преследования, напомню, стал один-единственный пост в Инстаграме об убийствах мирных жителей в украинском городе Буча. Если после Освенцима нельзя писать стихов, то что можно писать после Бучи? Буча – это город-спутник Киева, откуда ушли российские войска и оставили повсюду трупы мирных жителей, многие из них со связанными за спиной руками. А выжившие рассказывают о массовых изнасилованиях. А сколько еще городов оккупировано и что там происходит? Добавлю для тех, кто считает, что это фейк. Ребята, в Европе 4 миллиона беженцев, в основном женщины с детьми. Многие из них это видели и чувствовали на себе, и они считают, что да, это делала российская армия. Они это не по телевизору увидели и не в интернете прочитали. А еще Киев – город-миллионник. В одной только Буче 30 тысяч человек. Я был в этом городе до войны, и мои знакомые оттуда выбирались уже во время нее. А еще мои друзья были в Буче после ухода российской армии. И да, они считают, что это сделали российские военные. И я не стану выкладывать те видео, которые они мне присылают. Например, людей, съеденных собаками. Это пост Михаила Зыгоря, за который его в России осудили заочно на 8,5 лет колонии общего режима. И в заключении выпуска история одного фейка и его развенчания. В российских провластных медиа и соцсетях некоторое время назад стала распространяться копия приказа за подписью ректора Киевского национального университета Владимира Бугрова от 20 июня 2024 года. В приказе якобы говорится. С целью нераспространения российских идей приказывают запретить использование слов «Россия», «российский», «русский» в курсовых, дипломных и реферативных работах. Вместо них использовать такие слова, как «Московия», «Кацапы», «Орки». На самом же деле, как выяснил фактчекинговый ресурс «Проверено», такого приказа не существует. Нет ни одного упоминания о нем в украинских СМИ. Кроме того, есть многочисленные визуальные признаки того, что фото было подделано, о чем и заявили представители ВУЗа. Цитата. «Мы – современный научно-учебный центр Украины. Наши соискатели пишут работы, в которых пользуются научные терминологии, а не нелепыми выдумками». Конец цитата. Самое интересное заключается в том, как об этом рассказал в эфире Первого канала в программе «Большая игра» Вячеслав Никонов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам и декан факультета госуправления МГУ. «Когда я получил эту информацию, я сначала подумал, что это точно фейк. Проверяли наши редакторы. Сегодня полдня на это потратили. Не фейк». Конец цитаты Никонова. «Для чего было сделано это уточнение», комментирует основатель ресурса «Проверено» Илья Бер. «Зачем говорить, что это точно не фейк, если ты знаешь, что это фейк? Для усиления послания его действенности и для того, чтобы у аудитории, если подспудно возникнет вопрос, а вдруг это фейк, потому что мы вроде слышали, что мало ли какие фальшивые документы ходят по интернету, то вот они тут же будут успокоены, получив от уважаемого человека ответ «нет, это точно не фейк, потому что проверили». И стратегия эта, конечно, работает, потому что, во-первых, от уверенности произносящего какой-то месседж зависит восприятие, уверенность рецепиента в том, что информация истинна. А во-вторых, большинство подавляющих людей же сами не могут проверить и даже понятия не имеют, как им проверить, правдив какой-то там документ, который есть в интернете, или неправдив. И, по сути, им остается только выбрать сторону, которой они верят. И если они смотрят передачу «Большая игра» по Первому каналу, то с большой вероятностью для них это авторитетный источник, которому они верят. А значит, они поверят и этому, и всякому другому, то, что там скажут. Скорее и с большей вероятностью, чем чему-то, что противоречит этой информации, что они посмотрят или прочтут на BBC, в Reuters, на Meduzi, у агентства, в «Проверенное» или где-либо еще. Фактчекер Илья Бер. Подробный разбор этого фейка вы можете найти на сайте ресурса «Проверено». А мы на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Apple подкастах и рекомендовать друзьям. Нас можно слушать на сайте «Голоса Америки», а также в приложении «Эхо». Я, Ксения Туркова, благодарю всех моих коллег, которые принимали участие в подготовке этого выпуска, в частности, звукорежиссера Александра Зимуху. Прощаюсь с вами. До завтра.